Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чувашия» информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. О главном президент страны Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Достояние республики. В национальной библиотеке прошли дни памяти народного поэта «Чувашия» Геннадия Айги. Под крылом ястреба. Чубаксарская команда провела матч чемпионата России по баскетболу «Суперлига-2». Сегодня президент страны Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку. Положение дел в стране и введение основных задач на перспективу. Чувашию на церемонии оглашения представляли глава республики Михаил Игнатьев, председатель государственного совета Альбина Егорова, председатель общественной палаты Алексей Судлинков. Президент страны подчеркнул, что задачи носят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Если раньше мы выполняли его поручения и делали доступным дошкольное образование для детей старше трех лет, то сейчас фактически выделяются дополнительно огромные средства на то, чтобы в ближайшее время вообще дошкольное образование стало доступным для детей младшего возраста, ясельного. И тогда мы потратили 130 миллиардов рублей на 5 тысяч детских садов, и более миллиона дошкольных мест было создано. А сейчас у нас выделяется фактически 147 миллиардов рублей из федеральных и региональных бюджетов, и к 2021 году должна быть 100% доступность для детей в возрасте до трех лет. Поэтому сейчас тоже акцентирую внимание на то, что у нас Чувашская республика является лидером по количеству выделенных из федерального бюджета средств на строительство детских садов для детей от двух месяцев до трех лет, и сейчас у нас фактически общая сумма средств из федерального бюджета составляет почти 2 миллиарда рублей, то есть это 1 миллиард 749 миллионов рублей, и мы на первом месте среди всех регионов по количеству дополнительно выделенных средств на решение этой проблемы, и поэтому мы десятками сейчас детских садов будем открывать. Мне очень понравилось то, что сняли ограничения по земскому доктору по возрастным ограничениям, и сейчас можно приглашать всего в сельские больницы, а вот эти люди не только молодых, но и более старшего возраста, но особенно порадовало обеспечение работников школ в сельской местности. Это земские учители, новые программы национальные, по которым мы тоже укрепим кадровые системы наших школ. Это даст своего рода толчок развития села, и конкретно прозвучавшее поручение правительству из Уст-Вадима Владимировича подготовить программу развития села дополнительно. Я думаю, что президент видит, что деньги, которые направлялись в последнее время в агропромышленный комплекс России, дает хороший положительный эффект, и наш доход от экспорта, продовольствия, чистого экологического продукта дает уже больше выгода, чем продажа вооружений в целом мире. Мы в Госсовете, конечно, примем мероприятие, которое будет направлено, вместе с исполнительной властью Чувашьей, будет направлено на выполнение послания президента Российской Федерации. Нас ждут значительные перемены в области цифровизации экономики. В первую очередь это затронет инфраструктурные проекты, будут развиваться каналы связи, население получит широкополосный доступ в интернет, школы будут переведены на высокие скорости интернета, что позволит им получить доступ к очень многим проектам, лекциям, онлайн-обучению. Одним из толчков, которые бы помогли реализовать те проекты, о которых говорил Владимир Владимирович, это, безусловно, вектор на усиление школы обучения выпускников, студентов, практики на реальных предприятиях в IT-секторе. Это направление нам необходимо развивать и совершенствовать. Российский инвестиционный форум выявил передовые проекты. Перенять лучшие практики развития цифровой экономики намерены и власти Чуваши. Какие выводы по итогам рабочего визита в Сочи сделали в правительстве республики, расскажет Дмитрий Ковалев. На полях сочинского форума у правительственной делегации региона состоялись десятки двухсторонних переговоров. Глава республики отметил, что именно здесь местные власти перенимают лучшие практики для развития реального сектора экономики. В соответствии с указом президента России от мая 2018 года, мы участвуем в 47 оригинальных проектах. Здесь практически все правительство Российской Федерации. Поэтому отдельные вопросы, которые возникают, с учетом реализации всех тех мероприятий, федеральные министры в таком доступной форме нам отвечают и наши предложения тоже воспринимают. За рамками деловой программы Михаил Игнатьев встретился с министрами спорта, труда, промышленности, энергетики, финансов, а также цифровизации и связи с прицелом на рост товара, оборота, соглашение о взаимодействии подписывают руководители субъектов. Эффективно работать на наш общий результат и наша управленческая команда в целом. Позитивы будут больше, люди будут получать положительные эмоции. У нас 23-26 апреля будет проходить пятая международная конференция и там выставка революции. Говорим о цифровизации. Наша сейчас организация начинает конкурировать с мировыми компаниями. К всей точки зрения тоже, где какая нужна помощь, по подготовке специалистов, которые хотят содействовать. Партнерские связи с Чувашской республикой намерены развивать и в Крыму. На полях форума главы регионов провели переговоры. Бизнес в Чувашске работает непосредственно уже на территории республики Крым. Все нормально, помогаем, оказываем содействие. Михаил Васильевичу огромное спасибо. То есть лучшие практики, методики нам всегда предоставляются советом дружеским. Знаете, как иногда совет добрый, он лучше денег, то есть оказывает содействие. Поэтому, слава богу, нет на самом деле и в рамках национально-культурных автономии, традиции культуры народов, проживающих в Чувашской республике, точно так же у нас развивается. Комфортная среда – еще одна тема инвестиционного форума. Лучшие практики развития регионов формируют в единую базу. Мы сами не ожидали, какой отклик будет, действительно, сколько в проектах правильный обмен эффективными и готовыми решениями, которые регионы сегодня используют. Вопрос на самом деле не отсутствия или наличия лучших практик, вопрос скорее механизмового проявления, тиражирования, доставки этих лучших практик и каналов этой доставки. Ресурсов их всегда не хватает. Их много никогда не бывает. В республике намерены реализовать проект «Умный город». Интеллектуальные системы могут помочь управлять жилищно-коммунальным комплексом и транспортными потоками. По итогам форума планируют принять и законодательные акты для развития информационных технологий. Это в частности и признание цифровой электронной подписи для электронного документа оборота, в частности это внесение изменений в законы персональных данных, которые во многом сейчас очень сильно сдерживают развитие этих вариантов. Глава региона поручил проанализировать доклады экспертов и тиражировать лучшие проекты в республике. Чтобы реальные результаты нашей совместной деятельности отражались на социальном самочувствии каждого жителя, каждого гражданина. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Борис Андреев, Республика. Новые информационные технологии в экономике управления образованием. Так называется научно-практическая конференция, которая прошла сегодня в Чувашском государственном университете имени Ульянова. Развитие цифровой экономики, использование информационных технологий в образовании и подготовка IT-кадров. Такие темы обсудили на конференции. К работе подключились эксперты, бизнесмены и студенты. Более 400 человек из Чебоксар, Москвы, Казани. На самом деле здесь много задач в плане воспитания IT-специалистов, качественного обучения. И также активно сейчас развивается тема взаимодействия бизнеса и образовательных организаций с целью качественного обучения, дополнительного обучения будущих IT-специалистов. Мне очень радует тенденция, что школа активно интересуется и собственной автоматизацией, и развитием IT-навыков у школьников. И об этом сегодня мы очень много будем говорить. Об автоматизации говорили и в пленарной части конференции. Информационная система «Цифровая школа» – инструмент для управления образовательным процессом. Ее используют в школах Москвы, Владимира, Великого Новгорода. Есть широкая линейка программных продуктов для образования в целом. Если мы говорим про общее образование, соответственно, это рождается в некий такой комплекс автоматизации образовательной организации, в том числе и школы. Сейчас они, начиная от входа в образовательное учреждение и заканчивая выдачей аттестата. Обмен опытом продолжился в тематических секциях. Одна из них – обсуждение проекта «IT-школа.роста». Его удалось реализовать благодаря поддержке фонда президентских грантов. Данная «IT-школа» сделала возможным обучить студентов по самым перспективным в IT специальностям и направлениям. Данный опыт, он, наверное, в какой-то степени уникален, поскольку здесь мы собрали и студенческую молодежь вузов, и колледжей. И вот на базе крупных IT-компаний «Чуваши» состоялись обучающие семинары, мастер-классы, ну и непосредственно сама стажировка, где студенты на практике смогли овладеть конкретными знаниями. Такие конференции проходят ежегодно. Нехорошая площадка для обменопытом, подведения итогов и старта новых цифровых проектов. Технологические победы Поэта – исследование его творчества, интервью и воспоминания самой первой его книги. На днях пришла книга из Буэнос-Айреса, стихи Айги на португальском языке. В этом году мы получили фонд на эстонском языке, новая книга Геннадия Айги, на шведском языке. А до этого у нас уже собрана была эта большая коллекция, более 800 экземпляров. Это и книги, это и книги Геннадия Айги на 52 языках народов мира и публикации его на разных языках, в разных странах. Каждый год здесь открывается выставка под названием «Геннадия Айги. Сквозь время и пространство». Поэт по-прежнему говорит с нами в разных странах и на разных языках. А сегодня первую публичную лекцию провел его близкий друг, ученый-публицист Атнер Хузангай. Было рассказано с самого детства о его жизни, о том, как развивался его творческий путь. И я уверена, что его опыт поможет и нам. И я знаю, что он очень много принес в творчество, в развитие чувашской литературы. Поэтому я уверена, что школьники должны знать его биографию. Детские сады Чебоксар выбирают спорт, так называется проект, который уже третий год реализуют в столице республики. Столицей малых олимпийских игр среди дошкольников Чебоксар в этом году стала спортивная площадка детского сада номер 130. Сегодня мы дали старт малым олимпийским зимним играм. Ребята детских садов номер 7, 130, 182, 183, 204 будут соревноваться за победу в лыжных гонках, санном спорте, хоккее, керлинге. До начала соревнований церемония открытия с зажением огня. Дальше старты. Я сильно бегал, но мне не тяжело было. Чтобы дети тянулись к спорту, чтобы были дружны со спортом, мы стараемся, чтобы они как можно больше участвовали на соревнованиях, различных соревнованиях. Они у нас соревнуются на санках, на лыжах, на коньках. Чтобы это не были просто очередные веселые старты, детей готовили, рассказывали об истории Олимпийских игр и знакомили с разными зимними видами спорта. На праздник к ним пришла участница Олимпийских игр 1992 года в Барселоне Галина Иванова и группа «Юный морж». И о большом спорте. В Ледовом дворце столицы баскетбольный клуб «Чебоксарские ястребы» встретились с командой «Руна Баскет» из Москвы. С каким счетом завершилась игра и на чьей стороне оказалась удача, вы узнаете из нашего сюжета. Чтобы стать баскетболистом, нужно иметь рост не ниже 1 метра 95 сантиметров. Чем выше, тем лучше в этом виде спорта. Например, рост центрового «Чебоксарских ястребов» – 2 метра 15 сантиметров. Рост в баскетболе, конечно, играет огромную роль, но и как в любом виде спорта, здесь не менее важны навыки, постоянные тренировки, собранность на площадке и игра в команде. Несмотря на то, что «Чебоксарские ястребы» были настроены отлично, первый мяч полетел в их корзину. Вся остальная игра немногим отличалась от начала. Как только ястребы закидывали ответный мяч в корзину противника, команда «Руна Баскет» отвечала взаимностью. Анастасия Тарасова всю игру смотрела через объектив фотоаппарата. Игра нашей команды ее расстроила, но она продолжает верить в победу. Скажите, какие кадры больше в филе засмешки? Конечно же, наших ребят. Как наши забивают, атакуют. Что можете не пожелать? Пожелать нашим ястребам только побед и высших строчек турниров на таблице. Несмотря на активную поддержку болельщиков и на то, что «Чебоксарские ястребы» играли в родных стенах, результат игры 72-91 не в нашу пользу. Нам не хватило собранности в защите. Мы сами не собрались. Каждый играл сам за себя. Из-за этого проблемы и в нападении, и в защите. В общем, сыграли мы плохо. Хотим извиниться перед болельщиками. Будем исправлять ситуацию. Антонио Костана родом из Иркутска. В команде ястребов один месяц. Баскетбол для него и хобби, и работа. Соперники очень сильные. Мы настраивались. Это была борьба за третье место. Что-то получалось, что-то не получалось. Но мы немножко провалились в быстром прорыве. Они убежали очень сильно. Но не справились с их небольшими. Я думаю, мы сегодня сделаем выводы. Самое главное, это не падать духом. Чтобы настрой остался боевой. Сделаем анализ игры. Посмотрим, где у нас были сильные провалы. И, я думаю, исправим. Завтра будет все хорошо. Ольга Алексеева, Павел Еретков. Республика. Это все новости среды 20 февраля. Далее полезная информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. В жилом районе Солнечный, который расположился в Новоюжном районе Чебоксар, рядом с гипермаркетом «Лента», началось строительство нового жилого квартала «Солнечный парк». В скором времени здесь вырастет 16-этажный четырехподъездный дом собственной автономной котельной. Микрорайон расположен в очень живописном месте, рядом с лесом. В шаговой доступности находится автомобильная дорога. В данный момент за мной происходит забивка свая позиции 24. Это четырехподъездный панельный дом. Работа проводится без выходных дней. Преимущество панельного дома перед кирпичным в том, что дом собирается из панелей, которые производятся на заводе. Может собираться в любое, практически при любых погодных условиях. Дом будет сдан в третьем квартале 2020 года. Мы уверены, что дом сдадим вовремя. Для этого все предпосылки есть. Все дома в «Солнечном» выполнены из современных трехслойных панелей с применением звука и теплоизоляционных материалов. Еще одно немаловажное преимущество – это то, что стены, потолки и пол здесь ровные и готовы под косметический ремонт. Если же есть желание купить квартиру с готовым ремонтом, то группа компании «Удача» и «Сбербанк» предоставляют такую возможность. Стоимость ремонта войдет в сумму ипотеки и увеличится незначительно. С открытием этого нового проекта «Микроэнсолнечный» объемы продаж компании сильно-сильно увеличились. Это видно и по объему ввода жилья за 2018 год. Это видим мы по тому, сколько клиентов выбирает квартиры именно в «Солнечном». Поэтому все позиции группы компании «Удача» аккредитованы в «Сбербанке». Мы выдаем ипотеку без поручителей и оформляем ее очень-очень быстро. Быстрота оформления обусловлена и ценами на квартиры в «Солнечном». Минимальный первоначальный взнос составляет 180 тысяч рублей или можно внести материнский капитал. Сейчас у нас старт продаж. Уже как две недели можно купить квартиру в жилом квартале «Солнечный парк» от 1 миллиона 198 тысяч рублей. А двухкомнатную квартиру можно купить себе за 1 миллион 864 тысяч рублей. Это тоже очень выгодно. Низкие цены на квартиры – это только часть преимуществ. Уже летом 2019 года в микрорайоне заработает детский сад на 110 мест и начнется строительство еще одного на 250. В «Солнечном» будет и своя современная общеобразовательная школа, где смогут обучаться 1100 ребят. В августе 2019 года закончится строительство четырехполосной автодороги, которая соединит «Солнечный» с проспектом тракторостроителей, по которой в последующем будет запущен общественный транспорт. Оценить преимущества городской и загородной жизни в «Солнечном» смогли уже 3000 человек. В микрорайоне введены в эксплуатацию 9 домов. Нам здесь очень нравится. Мы здесь живем уже полтора года. Здесь нравится нам природа. Рядом лес. Мы постоянно гуляем там и зимой, и летом. Зимой можно на лыжах кататься. Нам каток построила застройщик, там на коньках мы катаемся тоже. Горку построили. Вообще вот здесь чистый воздух. Экологичность, доступная цена при высоком качестве строительства и просторное расположение домов с видом на лес делают район «Солнечный» одним из самых привлекательных в Чувашии. По номеру 410000 вы можете получить консультацию каждый день без выходных с 8 до 21.00 и записаться на экскурсию. Цены действительны до конца марта 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова